А вы знаете, что шалфей имеет такие бархатистые полузасушенные веточки, листочки, совершенно великолепно подходит там, где есть молоко или сливки. Если не знали, я вот вам уже сказал, поэтому вы знаете и не говорите, что не слышали. Сегодня я хочу приготовить простое блюдо, которое я сам для себя дома готовлю. Только, конечно, я его немножко, скажем так, модернизировал для того, чтобы оно стало чуть-чуть интереснее, чем просто обычные макароны. Воду я ставлю нагреваться, закипят, и у меня есть макароны-паутинка, которые, кстати, на мой взгляд, вообще одни из самых вкусных. Реально, просто паутинку быстро варишь, и она такая сливочная, нежная такая проскакивает. Ништяк. Дальше. Куриные сердечки. Значит, тоже довольно дешевый продукт, который могут себе позволить практически все, за одним маленьким исключением. Почему-то не все любят вот эти части. То есть вот этот жирок, и здесь у некоторых сердечек, знаете, бывают такие вот эти вот трубочки, да, через которые там кровь перекачивается. Вот они. Их почему-то все обрезают. Мне стало безумно интересно, что будет, если их обрезать и посчитать вес продукта, который вы выкидываете собакам, кошкам, или, не дай бог, в помойку. Ну вот, например, давайте. Обработаем сердечки так, чтобы, ну вот как, знаете, многие там, типа, что это сердечки? Значит, вот я сердечко чикнул напополам. Значит, вот так вот. Обрезал вот эту часть внешнюю трубочки и разрезал пополам, чтобы не до конца, чтобы можно было промыть сгустки крови и все, что там бывает у нас в сердечке. Это я выкидываю вот сюда. Отход. То же самое делаю со всем остальным. Когда вода закипела, нужно сюда добавить паутинку. Большой хитрости не надо. Соль. Вода. Вот и вся еда. Соли много всегда кладу для того, чтобы макароны были такие прям соленые. Потому что если макароны не соленые, муку вот эту вот есть невкусно. Я в продолжение еще не все обработал. Три-четыре минуты я обычно всегда сливаю в сито. Потом промываю холодной водой. Ну, только воду беру не из-под крана, она хлорная. Нужно остановить процесс приготовления. Но иначе они будут преть, прилипать друг к дружке и так далее. Лейте масло, не лейте, все равно будет одно и то же. Все, я прям, во-первых, ополаскиваю от крахмала сотейник. Во-вторых, вот они. Они не полно, они не заморозились, они не стали там ледяными, они остались теплыми. Даже вон пар идет, поэтому я еще немного их. Сотейник возвращаю на плиту, на самый маленький огонь. Сюда кусочек масла. В смысле, в сотейник. Выключаю и добавляю сюда паутинку. Ну, и если вдруг вы решили потом их прогреть, то, пожалуйста, грейте. Сейчас нужно им дать пропитаться маслом. О, этот сливочный аромат макарон. Аромат сливочного масла. Сердечки я промыл. Освободил от разных там, когда разрезаешь, сгустка в крови. Все, сердечки чистые. Это, можно сказать, премиальный продукт. Я даже, знаете, мне даже жалко стало местами. Я вот оставлял жирок, хотя многие прям обрезаются вообще, чтобы ничего белого не было. Многие рестораны это делают повара. Дома делают повара. Знаете, отчаянные домохозяйки все зачищают так, чтобы было красиво. Сердечки у нас получаются в чистом виде. Обработанные. 380, запомнили. 380. Потом мы оттариваем опять. Ставим 0. И выкладываем обрезь. Жирки и жилки. 187, 190. То есть, грубо говоря, 400 граммов и 200 граммов 33% отхода от сердечек, когда вы делаете вот так. Представляете, сразу цена готового продукта, чистого, на 33% возрастает. У меня такая была ситуация. Делал менюшечку маленькую в одной шашлычной и хозяину говорю, Давай поедем в крупный супермаркет и возьмем обработанную красивую уже, значит, шею и мякоти, лопатки и задний окорок. Он говорит, ты что, с ума сошел? Там оно по 390 рублей. У нас на трассе есть местечко, где приезжают фермеры и продают полутуши по 220. Типа, зачем покупать по 400, если можно купить по 220? Я говорю, хорошо, давай разберем так. Вот ты полутуши купил, сколько в ней костей, сколько в ней кожи, сколько в ней жира и сколько в ней жил и пленок. Если ты купишь по 220, потом вот это все обрежешь и посчитаешь отход, у тебя мясо будет золотое. Хорошо, шкуры можно выварить в бульон, кости можно выварить в бульон, но ты бульон этот не продашь по той цене. По 200 рублей литр ты его не продашь, никто не купит, никто не понимает, зачем платить за бульон дорого. Поэтому бульон это низкая себестоимость продукта. Так и здесь. Вот это, это очень крутая штука, очень вкусная. Если ее не вытаскивать, а оставлять такое, какое есть, вместе с сердечком, то вы едите сердечко по 120 или по 130 рублей килограмм. Вот сейчас вот это сердечко стоит почти что 160, да, там 40, если по 120, трижды 4, 12, плюс 40, да. Ну 160-170 рублей. Представляете, как вот, сколько, как цена возрастает. Котам, конечно, тоже надо иногда, но, значит, я не об этом. Сковородку зажигаю, два зубчика чеснока очищаю, муку доставаю. Чеснок вот так, на три части, и все. Чеснок бросаю. Сливочное масло к чесноку. И вот этот весь отход, который образовался у меня от обрези, я сюда. Высокая температура, небольшое количество горелки. Буквально пару минут получаем, что? Вот такие осьминожки. Видите, смешные. Здесь куриный жир, чеснок, потом газовая горелка, потом смесь перцев и соль. Все это в блендер. С двумя листочками шалфея. Силиконовой лопаточкой все собираем, чтобы у нас ничего не оставалось, иначе будет потом гореть. Ну, либо нужно будет помыть сковородку, я, пожалуй, в ней буду дальше жарить все остальное. То, что есть в блендере, все пробиваем. Дальше не имеет смысла все это пробивать. Потому что мне не нужно делать из этого пюре. Мне это нужно для того, чтобы вы поняли, что вдруг оставшийся продукт, или тот продукт, который должен превратиться в отход, он может послужить нам и долгую и счастливую службу. Значит, сковородку я подрубаю. Два зубчика чеснока уже помельче нарезаю. Масло нагрелось, чеснок бросаю. Сразу же сюда отправляю сердечки. Сердечки готовятся двумя вариантами. Первый способ – это их нужно тушить очень долго, потому что мышечная ткань. Второй способ – это тушить очень быстро. Поэтому только сердечки оказались на сковородке. Сразу же их надо перемешать. Ничего лишнего, ничего совершенно лишнего не должно здесь быть. Пару листочков шалфея. У меня шалфей просто валялся дома. Я иногда покупаю. Это редкий продукт. Но если вдруг я вижу в магазине, то его всегда можно купить в пакетик. Если вы не успеваете съесть, значит, заворачивайте фольгу, отправляйте в морозилку. Либо сушите. Но когда он сушеный, он теряет все свои вот эти вот свойства вкусные. Вот смотрите, у нас уже частично сердечки обварились, а частично они еще сырые. Видите, в серединке. Но им осталось готовиться буквально пару-тройку минут. Вот, значит, пока у нас вода не пошла, буквально пару щепоток муки. Теперь выливаем, вернее, помешать нужно слегка, да, чтобы мука у нас никакие там маленькие комочки не образовывала. Нужно удержать всю влагу. Все, мука немножко собрала влагу. Теперь мы сюда отправляем вот эти вот части. Соус. Я делаю, по сути, соус. Тут же все перемешиваю. Добавляю каплю молока. Помните, я в начале ролика сказал, шалфи и молоко, шалфи и молоко. Мешаем, 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 чтобы молоко полностью у нас проникло во все части. Вот смотрите, 3-4 минуты у вас получается сердечки соус. Да, главное в этом во всем это идея, что вы можете использовать один и тот же продукт без особых добавок, но каждый раз разнообразите меню своего стола, удивите там своего мужа домочадцев, детей, бабушек или внучеков наоборот. Вот, получив вот такое вот крутое блюдо. Закатите больше сливок? Вперед. Молока, муки, томатной пасты, лучку. Просто все привыкли использовать большое количество лука во всех блюдах. Ну, в 90%, кроме десертов, скажем так. Я хочу сказать, что вы попробуйте хотя бы использовать вот в одном блюде только чеснок. Курица и чеснок. Во-первых, вот это блюдо само по себе очень дешевое. Во-вторых, значит, если вдруг вам покажется, что просто макароны и просто сердечки вам недостаточно чего-нибудь такого, да, какой-то экзотики или, может быть, какого-то нюанса. Welcome. Берем куркуму и просто-напросто красим макароны куркумой. Но та, которая у меня в руках, куркума, она еще имеет свой вкус. По утрам очень полезно с молоком, кстати. Так, теперь на огонь просто прогреваем масло с макаронами. То же самое вы можете сделать, добавив туда, например, щепотку муската, щепотку молотой зиры, щепотку кориандра. Смотрите, видите, как подкрашивает? Вот, макарошки становятся желтыми, красивыми. То же самое можно делать с рисом. Щепотка куркумы сделает его ароматным, ярким. Если добавите туда сливочное масло, ну вот как я, ну да вы все так делаете, просто куркуму не все добавляете. Добавьте один раз щепотку того, один раз щепотку другой специи. Но к макаронам, вот представьте себе, это мука и масло, да? Мука и масло это что? Ну бешамель. В бешамель все добавляют щепотку муската. Французская же история. При всем этом, например, там арабские страны добавляют всегда куркуму, шафран в макаронные изделия. Почему нет? Вот у вас получилась совершенно шикарная цветная гарнирная часть. Не удержался. Прошу меня простить. Сердечки с соусом из сердечек. Листочек зеленушки этого будет достаточно. Простое блюдо, все должно быть просто. Макароны хороши. Я могу сказать, что вкус максимально насыщенный. Кстати, блюдо такое, трехкопеечное. Сколько там еще? Раз, два, три. Ну, три порции. Макароны стоят 50 рублей, это 120-200. На три порции. Ну, где-то рублей 70, наверное, стоит будет примерно. Грубо. А вкусно вообще. Сердечки мягчайшие. А соус самое, что ни на есть. Сердечный. Ни к чему не обязывает. Простые лайфхаки, как всегда. Какие-то простые штуки. Пробуйте, готовьте. Стремитесь к лучшему. Стремитесь изменить свой стол. Потом поменяется стул. Не надо пихать себе все, что не попадя внутрь, да? Как попало. Небольшое внимание к вашей еде. И ваш организм потом будет кайфовать и говорить вам огромное спасибо. Вам огромное спасибо, что посмотрели этот ролик. Ходите, поставьте лайк. Не хотите, не ставьте. Ходите, дизлайк поставьте. Комменты ставьте. Я с удовольствием всегда читаю комменты, даже хейтерские. Вот. Приятного аппетита, друзья. Продолжайте кайфовать. Продолжайте.